Ветеранская организация – одно из самых многочисленных общественных объединений Ленинского городского округа. В составе более 5000 представителей старшего поколения. Несмотря на почтенный возраст, многие продолжают активно работать на благо жителей муниципалитета. Свои главные задачи считают патриотическое воспитание молодежи. Удалось все-таки утвердить и установить в этом году памятник, которого так долго ждали именно герои Советского Союза Духову Алексею Михайловичу. Причем установка этого памятника, когда обсуждение, были разные мнения, но прислушались к мнению ветеранской организации, и первичной, и нашей, установили и торжественно открыли. Кстати, на открытии были и внуки, и правнуки, 9 человек. На традиционное подведение итогов за прошедшие два года собрались члены Президиума Совета Ветеранов. Вспоминали все главные события не только муниципального, но и регионального уровня. И, конечно, строили планы на следующий, 2022-й. Следующий год у нас тоже очень знаковый. Он начнется с того, что 22 января мы будем отмечать 80 лет освобождения Московской области от фашистских захватчиков. И впереди тоже целая серия, целый комплекс событий, мероприятий, дат, за которыми стоят живые люди. Ветераны планируют в следующем году вернуться к привычному режиму работы и считают, что готовы к этому, потому что все прошли как вакцинацию, так и ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Уже в марте проведут конференцию с кардинальными изменениями в объединении. Мне бы очень хотелось, чтобы возникла некая некоммерческая организация, потому что возможности у совета будут другие. Вы будете иметь возможность проекта направлять на получение различных грантов. Уютная встреча за чашкой чая завершилась вручением новогодних подарков. Впереди длинные каникулы, и ветераны проведут их к кругу семьи. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.